Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, у нас Кукинг Симулятор, аж 12 серии, если мне память не изменяет, и мы давай начнем прибираться, убираться, так как нам никто не сказал, какой сегодня у нас день, супный, не супный, томатный, не томатный, просто приберемся, наведем чистоту, и со спокойной совестью будем принимать клиентов. Надеюсь, что супы варить нам не придется, и что-то мне написали, что нужно все-таки готовить рыбу вот здесь, которая без масла. Хорошо, я это все дело учту, потому что, ну, вроде она пожарилась и, собственно, на самой сковородке, то есть никаких проблем с этим не возникло, но раз вас так уж смущает это все, вся вот эта готовка на сковороде, чесночок лежит, я не буду ничего такого там придумывать, изощряться на сковородке, это все делать, будем жарить на гриле. Написали, что нужно уже, как ее называют, чинить плиту, поэтому пойдем, позвоним по телефончику и скажем, что нам нужно починить плиту. 47 секунд написали, что большая С это центы, или нет, или наоборот, хер его знает, забыл, забыл, прикинь. Пусть плита починится, пусть плита поделается, так, вот это, наверное, нужно выбросить, ну, потому что зачем мне это нужно, если я, ха-ха, это уже никуда не пригодится, лимоны очень маленькие и очень крупные, то есть вообще абсолютно не подходящие по размеру, поэтому... Так, апельсинчик здесь уже лежит, лежит, это хорошо. Утиная грудка, вот эта тоже, она как бы никуда не пригодится, но... А вдруг, а вдруг не буду выбрасывать, лимон явно не пригодится. Пойдем еще посмотрим в ноутбуке какое-нибудь блюдо новое, то есть менеджер рецептов, 957 у меня очков славы, 512 кулинарных навыков этих, то есть я могу прокачать, например, запеченную форель, запеченную форель. А что будет, если я ее прокачаю? Блин, что-то стало, что-то стало. Брюссельская капуста, зачем я ее прокачал, не знаешь, я тоже не знаю. Наполовинки! Резать! На противень! Рисовый уксус, новый ингредиент, лимон! Порезать, это было, ладно, это ничего страшного, ри... Ой, господи, ой, господи, как же это сложно, зачем я ее улучшил? Не буду я пока ничего улучшать, давай лучше новый сделаем. Ну-ка, у вас нет, у нас нет с тобой говяжьей лопатки на гриле с печеным картофелем и простого куриного жаркоя с тыквой, запеченной трески, тоже с лимончиком, кстати, гамбургер. Гамбургер вот можно сделать, мне сказали, что он очень страшный, но... А что по факту в гамбургере страшно? Давай возьмем, и треску возьму, и возьму еще, наверное, немецкий картофельный салат, он из картошки и из лука. Крутой салат, очень здоровский салат, но почему так медленно крутишься? Еще бы неплохо было бы что-нибудь взять. Что-нибудь такое, знаешь, простенькое. Что-нибудь такое простенькое. Но здесь простенькое как таковое яйцо. Ша-шак-шак-шу. О, блядь, не выговоришь, значит не приготовлю. Давай пойдем... Ой, что это? Легкий суп, да нихуа. Тоже не выговорю, значит не сделаю. Стейк тунца на гриле. Короче, ладно, не будем... Может, вот это? Куриная ножка. Куриная ножку порезать, жарить 20 секунд. Ингредиент тыкву. 300 на 50 порезать. И все это в тарелку. Но в целом-то не так сложно. Как бы, думаю, что... Думаю, что можно его взять. Хорошо. Делать труднее, зато вкуснее. Это я вкачал, наверное, блюдо. Прокачал навык. Точнее, не навык, а само блюдо прокачал. И поэтому мне дали достижение. Это меня радует. Что такое? Угу. Ну, и что? Что дальше делаем? Дальше мы с тобой должны пропустить фазу готовки. Подготовительную, точнее. И ожидать новых блюд, которые поступят нам заказом. Алио и олио. С красным перцем. С красным перцем алио и олио. Томатный суп у меня есть? Нет? Давай посмотрим. Это пюре, это гаспачо. Это... Нет у меня томатного супа, нет. Давай в это, в это самое. Не будем долго думать. И начнем с чего? Начнем с супа. Потому что суп тоже долго готовится достаточно. 700 миллилитров куриного бульона. 700. 700 это много, и у меня такого количества нет. Зато у меня есть 455. Пойдем покупать еще. Жидкости. Жидкости куриный бульон купить. 455, это получается... Что у нас? 245. Угу. Ставлю. Насыпаю туда соли, по-моему, да? 12... Да, 12 грамм соли насыпаю. Беру соль. Соль. Так, фузили, постой, вот тут. Фузиля стоит. А соль-то моя где? Ну-ка. Соль-то куда я дел? Куда я дел соль? Почему ее здесь нет? А, вот он. Ёпта, 4... 12 грамм соли. 12 грамм соли я насыпал. Черного перца и каенского перца. 12,6. Дай пока я не забыл, сколько каенского. 6. 6. 6 каенского. И 12 черного перца. Надо насыпать. По рецепте, по рецепте, по рецепте, по рецепте, по рецепту. 12. Так, что дальше туда нужно насыпать? 960 помидоров и одну луковицу. 960 помидоров. Ну-ка, пойдем. 960 помидоров насыпем. Раз. Два. 360. 480. 600. 960. Это еще 3. И еще. И 120 лука. Готов, дел. Ну-ка, а дальше что туда нужно? Сметаной, когда... Да, варить, 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 варить. Но сначала измельчить, потому что я, как понимаю, измельчать это самое интересное здесь. И по итогу просто суп однородным становится и варится вместе все. Не падай, попробуй только упади. И варить. Сколько секунд там нужно? 60 секунд. Таймер запускай. Так, 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 так. Приступим, пожалуй, к... Спагетти. Вода. 1000 миллилитров. 5 грамм соли. И 16 макаронин. Вода. 1000 миллилитров. Это не так сложно. Надеюсь, в этот раз не будет зависать игра, и все у нас с тобой получится как полагается, как нужно. То именно предыдущая серия, она меня абсолютно не порадовала не то что производительностью, а своими вот этими вот лагами, своими багами и вот неприятными ситуевинами, которые происходили с нами. То есть три раза я перезаписывал эту серию, и, блин, я сейчас так не хочу. И я зачем-то подошел к помидорному супу. Соли 5 грамм и 16 макаронин. 5 грамм соли. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Хорошо. Выключаем. Томатный суп. Его каким-то образом почему-то посередине нужно выключить. Каким таким раком он умудрился свариться в это время, я не знаю. 150 сметаны. У меня сотка есть. На сотку. Мне же не жалко, я человек простой. Сотку сметаны и еще полтинник нужно налить. Сметаны купить. 50 еще сметаны. Ну, чуть-чуть перелил. Больше сметаны, не меньше. Закрываем это дело. Берем спагетти. Опять же, варить нужно... А, 16 макаронин. Так. 50 грамм насыпается. Вот почему 50 грамм насыпается, а здесь уже 60? Ну, что такое? Вот так? 150. Еще одну макаронину нужно. Блин, одну же макаронину сказал тебе, ну. Почему ты меня не услышал? Почему ты насыпал две макаронины? Доставай, доставай оттуда, доставай. Молодец. В мусорку. Не дай бог, кто увидит. 45 секунд варить эти чудесные макароны. 45 секунд. Это на 50 и ждать. На 50 и ждать. Так, так, так. Далее мы делаем что? Далее мы... Ага, 40 грамм чеснока. Это 4 штуки чеснока. Раз, два, три, четыре. Кто живет у нас в квартире? Кладу сюда. Беру вот это. Кладу вот сюда. Ну-ка, ну положись ты ровно, ну. Эть, молодец. Ну почти половинки сейчас будут. Сейчас будут... О, вот это вот отлично получается. Херекс. Так, а почему он один не порезал? Ну не, ну... Ну это ж не дело, ну. Ну серьезно. Почему он не этого самого? Не берет и не кладет. Переложи... Переложи все на тарелки. Я хочу порезать ровно чесночок. Вот этот. Взять и порезать. Делов-то. Ну. Не так сложно. Почему он взял его и не порезал, непонятно. Еще и какие-то вот большие куски получились у меня, смотри. Шесть, семь, шесть, семь, четыре. Неясно. Беру, значит, я. Оливковое масло, сорок миллилитров. И чеснок на сковородку. Сорок миллилитров оливкового масла нужно. Сорок миллилитров оливкового масла. И сюда чесночка. Это все 15 секунд, по-моему, жарить нужно, да. Всего 15 секунд. Ну просто, чтобы запах был. Маслице, чтобы было ароматным. Ага. И 15 секунд. Беру. Пам-пам-пам. Оп. Пошло-поехало. Потом. Беру я, значит, миску для запеканки. Насыпаю туда макаронин. Все. Отключаю. Чесночок. Жарить 15 секунд. Пожарил. Добавьте на ту же сковородку ингредиенты. Чили 5 грамм. Воды 50. И макаронины. 5 грамм чили, короче, нужно. 5 грамм чили. Так. Делов-то. Макаронины. Но макаронины можно взять вот так. Я просто не хочу пересыпать, чтобы они, типа, на полу не оказались в большинстве. Макароны. И 50 миллилитров воды. 50 миллилитров воды. Маленький. Маленький. Маленький поварешку нужно. Маленькую. Вот эту. Взять воды. Оп. И налить сюда. Хорошо. И жарить еще 15 секунд. Мне кажется, готово. Мне кажется, готово, потому что, потому что. Потому что мне кажется, что уже прошло это время, которое необходимо. И будете... Нак-нак-нак-нак-нак-нак-нак-нак-нак. Возьмись. Так. И осталось перелить сюда всю жижу. Вот жижу не знаю, зачем переливать. Вроде и так все вкусно. Зачем там вот эта вот вода? Не ясно. Так. И свежей петрушкой надо украсить. Десятью граммами. Десять грамм петрушки это самое то. Раз, два, три, четыре, пять. Пойду отдам. Пойду отдам и пусть радуется своему заказу. Но сейчас уже более-менее по-человечески выглядит. Но все равно один хрен суп. Блин, а что такое? Не дожарилось, что ли? Блин. Не дожарил, наверное. Нужно было чуть-чуть больше жарить. Нужно до потемнения жарить сначала, а потом уже бросать туда макарошки. Ну ладно, хорошо. В следующий раз так и сделаем. Далее что мы делаем? Далее мы... О, господи, вот он он. Вот он он. Вот он он. Наш долгожданный гость на нашей кухне. Беру я, значит, повареху. Повареху беру большую. Насыпаю, наливаю суп. Который почему-то, блин, не доварился как будто бы. Возможно, это будет самая неудачная серия в нашей игре с тобой. А возможно, самая удачная. Просто уже как-то первый заказ был на четыре с половиной звездочки. И это как-то не очень хорошо. Че такое? Нет, здесь все хорошо. Здесь все здорово получилось. Да. Жалобы гостей. Нет никаких жалоб гостей. Ну, томатные супы, это самое простое, что можно сделать. Гамбургер. И, господи, господи, два новых блюда. Зачем? Ой, верхняя часть булочки для бургера. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м. На противень нужно положить. Нам с тобой. Булочки для бургера. Где бы мне их взять? Где бы мне их взять? Не знаешь? Они должны быть в холодильнике по-хорошему. По-хорошему да, но по-плохому-то нет. Может быть здесь? Нет. Здесь тоже нет. Я не вижу. Я вижу здесь брюссельскую капусту. Я вижу здесь котлеты для бургеров. Ерунду всякую вижу. А, это что такое? Это пюре. Понятно. Здесь я тоже вроде как ничего не вижу. То бишь, по факту-то мне хлебушек надо сначала прикупить здесь. Продукты. Нижняя. Не-не-не-не-не-не-не. Нет, а где нижняя часть булочки? Не. Нижняя часть булочки купить. Положить. И верхняя часть булочки. Господи, это очень сложно. Я прям... Я прям представляю сейчас, как я буду мучиться. На 30 секунд в духовку. Теперь. Возьми котлету для бургера. Приправь тремя-тремя. И с двух сторон по 50 секунд. А на сковородке или где? Не пишут, значит, на гриле. То есть нужно 3-3. Уже булочки готовы. Булочки готовы. Эть. 3-3. Это самое сложное, мне кажется, блюдо, которое здесь есть вообще. Ну просто как-то меня все... Пугаете, все, пугаете меня этим бургером. Типа это страшно, это страшно. Хорошо, что ты его не взял. А вот я взял, и что с ним делать теперь? Котлету взял. Приправил. 50 секунд. Заправить. Ёп твою налепо. Давайте горячим, ладненько. 50 секунд. Так, 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 так. Хорошо. Булки. Булки надо взять, на тарелку положить. Нижняя часть булочки, верхняя часть булочки. Положи сюда. Соберем. Собрать, я думаю, минуты на 2. То есть сейчас давай свинину с тобой будем готовить. Помидоров 240 грамм. Это 2 штуки. И чеснока 5 штук. 4. Или сколько там? 2. 2 чеснока-то. Измельчить в комбайне ингредиенты. Комбайн-то, комбайн. Мне нужна сначала контейнер. Не, а это вот этот вообще комбайн-то. Чаш комбайна. Пойдем. Пойдем с этой чашей комбайна. Вот сюда ее поставим. И пока возьму переворачивалку. Возьму переворачивалкой котлету для бургера. Переверну ее. Эть. Замолчать. Повесь. Угу. Плюс-минус вот так. Взять, значит, мне нужно 2 помидора, да? 2 помидора нужно взять. 240. Раз, два. И чеснока. 2 штуки. Раз, два. Это все дело измельчить. Добавить специй. Договорились. Это не так долго, не так сложно, я надеюсь. Попопопопопон. Все. Казалось бы, да? Казалось бы, сложно, а нет. Ничего сложного нет. Орегано нужно. Орегано какой-то добавить. 6 грамм орегано, соль и черный перец 5 грамм. Ну, уже почти, 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 почти. Оп. Готово. Выключись. Беру я орегано. Орегано, у меня есть же. Есть же. Я точно тебе говорю, есть. Я помню, что я такое что-то слово покупал. Хотя, может, и не покупал. Кто знает. Где оно здесь? Хлопе чили, тимьян, черный перец, соль. Все есть, кроме вот этого, вот этого, того, чего нужно. Давай купим специи. Орегано. Орегано. Купить. Сколько там? 5. 6. 6 и соль и черного перца 5. Я переборщил. Я чуть-чуть переборщил. Добавил. Дальше чё? Дальше. Свиная вырезка. Порежьте ингредиент, свиную вырезку на части по 25 грамм. Серьезно-то ты издеваешься, как я так сделаю-то? Добавьте на сковородку ингредиенты подсолнечное масло и свиную вырезку. Подожди, а сейчас я лайфхак. Пойдем. Я сделаю невероятное. Ляпота. Ничего сложного. По 25 грамм просили. Я всё сделал. Я всё сделал так, как нужно. Ведь так? Да, смотри, по 28, по 27, по 24. Красота же. Добавьте на сковородку ингредиенты 15 подсолнечного масла и свиной вырезки. 15 подсолнечного масла. Делов-то. Угу. И свиной вырезки. Не так уж это и сложно. Всё? Делов-то? Оговорили. Сложно, сложно. Ничего сложного нет. Блин, у меня там бургер уже подгорает, да? Да, подгорает, слушай. Ух, ты ж, ёпта мать. Жарьте 80 секунд. Добавьте на ту же сковородку ингредиенты и жарьте ещё 20 секунд. Так, 80 секунд. Запускаем. Так, ой. Так, 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 так. Всё, пока мы можем расслабиться. Ну как расслабиться? Сейчас мы можем не расслабиться, а посмотреть бургер. Заправить кетчупом 10 миллилитров. Кетчупа у меня нет. Это жидкость. Жидкость кетчуп. Жидкость кетчуп. Купил кетчупа и иду за... За... Вот это ерундой. Кладу, значит, вот сюда. Вот это вот сюда. Ага. 10 миллилитров кетчупа. Блин, ну на булочку-то зачем... Есть, курить, колотить. Ты чё делаешь-то? Зачем так натворил-то? Вот дел наделал. Хорошо. Теперь нужно положить... Чеддер 25, помидор 20. Ой, чеддер 25. Чеддер 25. Настоящие шефы режут здесь. 16 получилось. Опять половина не прожарилась. Что делать-то? Теперь. Сахар, вода, томатный уксус. Ой, томатный соус. Ой. Томатный соус. Блядь, как сложно-то всё слушать. Томатный соус. Томатный. Томатный соус? А, это вот эта жижу, короче. Да, я понял. Это томатный соус был. А теперь томатный соус нужно сюда 100 миллилитров добавить. Это не сложно. Так, здесь сколько? 206. Твою налево. Это не то. Томатный соус нужно добавить. Раз. Два. Я надеюсь, не так страшно, что я запоздаю чутка, да? Ничего страшного не будет. Томатный соус 100. Вода 20 миллилитров. Каким образом я из туда 20 миллилитров налью? Я не знаю. Возможно, я как-то должен взять и... Блядь. Налил воды, конечно. Ну, молодец. Да ну зачем ты? Ну, повесь. Сахар 10. Сахар 10. Я не помню, покупал я не покупал. Но, по-моему, покупал. Но у меня его нет. А может и есть, но где-то не знаю. 10 сахара. Вкуснотища, блядь. Просто вкуснотища. И жарить еще 20 секунд. Теперь. Беру я чеддер. Который мастерски порезал. Да ну, конечно. Именно так я и хотел положить. Гаси. Теперь. Ой. Гаси, говорю. Выключайся. Теперь. Беру. Так, ну тут минуты еще целы есть. Помидор надо порезать. 20 секунд. Ой, 20 грамм. Репчатого лука. 20 грамм. Помидоров. Как я помидор-то так отрежу ровно? Ну. Ты что, издеваешься? 20 грамм помидоров. Нормально? Нет? Ну, 28. Ничего страшного. И теперь. Хорошо. И репчатого лука 20. Репчатого лука. Самое главное репчатого лука 20. Как я тут порежу репчатый лук 20? Я не знаю. Да ну что ты будешь делать? Положи-то вон туда куда-нибудь. Это все дело. Мне оно не нужно. Так, режь. Блядь. Только лука, конечно, это прям... Это вкуснятина. Кто в рестораны вообще ходит эти? Сдвинут по вертикали. Делов-то. И сверху надо положить булочку. Булочку надо положить. Да пошел ты нахуй, дипер. Серьезно. Дипер, я тут ебался с этим бургером полчаса. И это что такое? Это борщ, что ли? А, борщ есть. И стейк с лососем быстро делается. Свинина в томатном соусе. Вот это вот... Как ее готовить-то надо? Что с ней делать-то? Переложил в глубокую тарелку переложить и кинзы. Вкуснятина. Самое оно. Ну-ка. Вот это вот сюда тоже. И кинзы. Сколько там грамм? Не знаю. Не помню. Шесть, по-моему. Шесть грамм кинзы. Это, блин, самое, по-моему, лучшее блюдо, которое я готовил. Не ругайтесь сильно. Если тут будет две звезды, но я же не виноват. Я, честно, не виноват. Это сложное блюдо и первый раз готовится. Даже не две звезды. Смотри, какая красота. Тыквенный суп вроде как есть. Украинский борщ тоже вроде как есть. Здесь вот неправильное количество продуктов. Но это я знаю. И свиной вырезки неправильное количество продуктов. Хотя, блин... А, наверное, может, не всю надо было туда ссувать. Чем больше мяса, тем лучше. Чего тебе не нравится-то? А вот насчет воды, да. С водой я промазал. Так, борщ украинский. Борщ у меня есть. Борщ вот он. Борщ это... Борщ это просто. Борщ это вкусно. Борщ это почти бесплатно. Вылей воду. Поставь в кастрюлю. Возьми борщ. Борщ возьми. Поставь на сковор... На эту. Туда. Это туда. Это сюда. Это включи. Все пусть греется. А мы пока займемся стейком лосося. Стейк лосося возьму я, значит, с тобой. Вот кастрюлю. Налью туда литр воды. Да ну... Литр воды наливаю. Ага. Ага. Литр воды налил. Молодец. Нет, подождись. Сначала нужно туда соль насыпать. Соль насыплю сейчас. Двадцаточку есть. У меня двадцаточка соли есть. Двадцаточка соли... Нет, это сахар. Какая соль-то? Чё придумал-то? Нет у меня двадцаточки соли. Вот это беда. Вот это вот тоже проблема. Кончилась соль. Вот это дела. Соль. Соль купить. Пятерочку надо насыпать еще. Беру, кладу сюда. Естественно, две картошки туда кладу. Потом беру 10 миллилитров масла. И кладу туда этого лосося. Так, это варится. Это пусть варится. 10. Хорошо. И сюда лосося. 5-5, по-моему, там, да? 5-5 надо насыпать. 5-5 же? 5-5, да. 5-5. Не сюда положил. Давай вот сюда положу. Чтобы поближе к соли, к перцу. Чтобы далеко не ходить. Ну-ка, 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 ну-ка. Он туда вот. Угу. 5-5. Так. Да ну, конечно. Я же ведь сейчас везде насыплю этот сахар. Надо подальше его отставить, чтобы он не мешался. И теперь это все дело отправляю на сковородку. Ничего лишнего. 11. Откуда там 11-то взялось? Ну. И по 60 секунд с каждой стороны. Супы тут греются. И вроде, видать, даже как погрелись. Ну, я думаю, погрелись. Потому что, ну, сколько ж можно-то уже вариться? Сколько можно уже греться? Давай пока разольем на тарелке. По тарелкам. Ну, чтобы потом не бегать и не прыгать вокруг этих супов. Чтобы проблем никаких не было. Чтобы не мучиться. Так. Угу. Это сюда. Супец вон туда. Теперь тыквенный. Тыквенный же нужен. То было то, что я могу не тот погреть. Так. Беру. Беру. Наливаю. Беру. Беру. Отношу. Беру. Беру. Переворачиваю. Вешаю. И на 60 секунд. Ммм. Давай вот это дело шпажкой проткну. Чтобы. Ну, чтобы наверняка. Шпажка есть здесь? Нет шпажка? Шпажка, шпажка мне нужна. А, средняя шпажка. Слушай, а это. Дай малую посмотрю. Какого размера. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну. И что, теперь никак, да? А как мне теперь эту булку-то взять? Твою налево. Представляешь, вот сломал игру. Не то, чтобы сломал игру. Я просто сломал бургер. Ну, ладно. Ладно. Что ж поделаешь. Давай возьмем сковородку. Ой, сковородку-тарелку. Да ну, конечно, разбей ее еще. Смотрю, я филе лосося уже приготовилось. Пожалуй, хватит. А что там пока... Картошка-то переварилась уже, ну. Что ты на нее смотришь, стоишь? А ты ничего не говоришь, ничего. Что это такое-то? Что такое происходит? Мм? Вообще тоже молчишь, сидишь, молчишь, ничего не говоришь. А тут уже все переварилось. Беру супец следующий. Ну вот, переварилась картошка и все тут. И все, и говорят мне, что плохо у тебя все. Соли много. Где ее там много-то? Блять. Слушай, это я где-то прям обманулся. Слушай, не, я так не могу. Это же ведь еще и диппер этот был. Но четыре с небольшим звездой, это уже хорошо, конечно. Но... Но все равно обидно. Так, это у нас борщ. Борщ пятизвездочный, никто не сомневается. Там спаржа опять с этим лососем. Я не знаю, что мне с ней делать. О, креветочки, креветочки я люблю. И тыквенный суп. Опять пять звезд. Ну, кто бы, собственно говоря, сомневался. Никто и не сомневается. Окей. Пойдем. Лосось со спаржей. Лосось со спаржей. Возьми филе лосося. Я взял это филе лосося и уже намучился, на самом деле, с филе лосося. Я, кстати, зарекся не пользоваться микроволновкой, но... И не буду я ей пользоваться, потому что она мне ломает игру постоянно. Пойдем, брошу ее, эту лососину, вот сюда. Погрею быстренько, ну, чтобы, типа, было. Теперь возьму пустую сковороду, кастрюлю. Налью туда литр воды. Ну, как полагается, в общем-то, по традициям, по-нашим. Кстати, пришло только два заказа, и я думаю, что это были последние наши с тобой заказы, как бы, на сегодня. Да, ну, пора уже, как бы, время-то уже много прошло. А, кстати, супец можно вот сюда перекладывать, и все. Что там по филе лосося? Нормально все. Сахарок. Ой, сахарок, блядь, соль. У меня такое ощущение, как будто я это филе лосося вообще не готовил еще. Ведь, по-моему, так и есть. Хотя, как знать, как знать. Ну, положить ее. Оп. Ну, не, ну ты смотри, она... Она даже... Она даже не по этого, не почернел, не по... Не по это, не... Ой. Пять штуковин надо. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Вышел зайчик. Погулять. Теперь беру и сто секунд варю в сковороде в этой. Пам-пам-пам. Долго как готовится, кошмар. Теперь следующее блюдо. Топленое масло 30 миллилитров. Топленое масло 30 миллилитров. Хорошо. Топленое масло 30 миллилитров. Соль 10. Черный перец 10. И 6 креветок. Соли 10, черный 10. Соли 10. Черного 10. 6 креветок. Давай только не как в прошлый раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, разбрыляйте. Нормально. Ну, разбрыляйте. Пожалуйста. Ну, молодец. А, вот так. Да, отлично. Теперь. Это все дело. Не, ну ты угораешь, что ли? Ну, ты креветок не угораешь. Креветку можешь ровно положить туда, да? Молодец. Сколько? 60 секунд? 50 секунд. 50 секунд креветки. Ща, 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 ща. Дойдет немножечко. Дойдет до 10. Угу. Теперь пойду за лимоном схожу. Ну, возьми лимон-то. Ну, спасибо. Положи сюда. Выключи. Кого? Спаржу. Примерно посчитал. Я знаю, что не точно, но... Что ж поделаешь. А, переложи на тарелку. А, лимонным соком надо еще 5 миллилитров заправить. Это ж... Я ж чуть не забыл. Понимаешь? Я ж мог и забыть. Лимонный сок. 5 миллилитров. Ща, 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 ща. Креветки должны до конца дойти. Креветки дошли до конца. Беру большую глубокую тарелку. Беру все креветок, которые лежат на сковороде. Ставлю вот на вот эту вот поверхность. Рабочую. Беру. Наливаю. Всю жидкость, которая там есть. В тарелке... Кстати, почему-то очень мало получилось жидкости. Вообще, что-то очень мало. Половина вылилась, что ли? Ну, видать, наверное, да. Как-то что-то неправильно получилось по количеству жидкости. Теперь... 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 Так, 6 грамм петрушки и лимон. Ну, это не сложно. Это самое простое, что можно сделать. Лимон. Так. И вот по вот этой полосочке. Ну-ка, вот так. Угу. Делов-то оказалось-то, да? 28. 7. Вообще ровно порезал. Просто капец, как ровно. Я даже не думал, что так ровно могу резать. Он там вертится, крутится. 6 грамм петрушки самое главное положить, чтобы никто не видел моего позора с лимонами. И положить этот заказ вот сюда. Дабы не пришло что-нибудь нового. Хотя по времени уже нового не должно ничего приходить. Ввиду того... Ну, на самом деле, очень много времени прошло. Так, что у нас со спаржей? А, ну спаржа тоже, в принципе, готова уже, всё. Беру вот это вот дело. Беру... Беру спаржу. Ага. Кто эти отростки ест вообще? И беру... Жёлтый... Жёлтый лосось. А, всё, да? Да, подавайте... Подавайте каким? А, горячим. Не горячим прочитал. Чё у нас там с лососиком, со спаржей? Нормально всё или нет? Или плохо всё? 5 звёзд! 5 звёзд, значит, всё хорошо. Значит, всё отлично. Жалоба гостей. Идеально. Смотри. Первый лосось со спаржей. Ну и, собственно говоря, лимончики. С креветками. Точнее, наоборот, креветки с лимончиками. Но там по количеству понятно, что... Блядь, меньше 4 звёзд. Это просто позор. Позор был сейчас, позор. Плохая техника резки, да. Но я согласен, надо было переделать. Надо было посмотреть, что получится, и... Посмотреть, что получится, и потом уже отдавать. На сегодня, говорит, это всё. Убирайтесь и... И убирайтесь из этого ресторана. Сковородку. Ну, а, нет, сковородку здесь оставлю. А вот это вот сюда. А супец положу на нижнюю полку. Так, это пюре, это суп. Хорошо, главное не перепутать, а то я же могу, я же могу перепутать, и потом... Потом мучиться. Опа, откуда что это у меня здесь такое лежит? Ну-ка, слей. Масло уж, небось, прогоркло там. Невкусное совсем. Так, ну это я убирать не буду, это всё рабочий момент. Это всё хорошо. Пропустить фазу уборки. Здесь вроде ничего убирать не нужно, я как бы не нагадил особо. Ну и нам, наверное, получается один денёк ещё отработать, и уже через день будет пятая звезда. Отлично. Давай-ка, вкачаем перки и попрощаемся. Выберите навыки. Да, выбирайте навыки. Три очка всего. Гости платят больше за заказы. Оно нам особо не нужно, как сказал ни один человек в хаус-флиппере, что здесь особо проблем с деньгами нет. Но и в кукинг-флиппере тоже нет никаких проблем с деньгами. То есть здесь вроде как всего хватает. То есть если каждый день не покупать по пять кастрюль, то хватает денег за глаза. Оставляют больше чаевых, не знаю, надо ли, не надо. Терпимость к блюдам уже больше некуда. Так, увеличенное время прокачано полностью, время сгорания. Время сгорания можно прокачать. Давай прокачаем. И прокачаем ещё, наверное... Ну что бы здесь ещё можно было прокачать? Что здесь полезного-то вообще? Ну да, нет, давай платят. Платят, пусть будут платить больше. Всё, то есть это самые полезные навыки, которые здесь только есть. Опа, новые блюда. Курица кунг-пао. Рататунь на скорую руку. Вот на скорую руку мне нравится, но что-то здесь, мне кажется, не на скорую руку. 8.30. Блин, измельчите до однородной массы, переместите в кастрюлю. Сушёные прованские травы, варите столько-то этого, жареные овощи. Блин. Не люблю с духовкой всё это. Не люблю духовку. А вот это чё? Да здесь всё сложное, давай вот это возьмём тогда. Как-то это самое-самое, знаешь, такое мягкое блюдо из всех перечисленных. То есть, я не знаю, мне кажется, что остальные все очень сложные. Давай на этом прощаться. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии, в следующих видео. До скорой встречи и пока.